Извините, я хотел бы сделать небольшой спич перед этими уважаемыми джентльменами. Значит, что касается продления жизни. До 85-90 лет проблем никаких нет. Это может быть биохакерство, это может быть здоровый образ жизни, ЗОЖ, это может быть правильное питание, биодобавки, спортом и все прочее. После 90 лет уже играет роль генетика. Коротко от себя, я Вадим Зорин, это публичная компания Институт Солых Клеток Человека. Я занимаюсь клеточными технологиями. Джентльмены очень много говорили о продлении жизни, каким способом можно или нельзя продлить жизнь. Есть различные препараты, есть различные подходы с помощью синалитиков. А пока уважаемые джентльмены дискутируют, в 2017 году в журнале Геронтологи, вышла классная статья, рандомизированное плацебо-контролируемое исследование. От молодых доноров, 30-34 летних, забирали костный мозг. В костном мозге есть два типа стволовых клеток, гемопоэтические и мезенхимальные, которые открыл наш соотечественник Александр Яковлевич Фриденштейн. Без гемопоэтических стволовых клеток не было бы возможности нам с вами иметь ни белую, ни красную кровь, а без мезенхимальных стволовых клеток никто бы из этих джентльменов не сидел бы на стуле, в том числе и вы. Поскольку мезенхимальные стволовые клетки отвечают за создание костной системы, они могут дифференцироваться в остеобласты, они могут дифференцироваться в хондроциты, то есть отвечают за хрящевую ткань и адипоциты. Так вот, эта работа показала, что при трансплантации мезенхимальных стволовых клеток, которые выделяются из костного мозга, легко культивируются, наращиваются. Трансплантация таких мезенхимальных стволовых клеток от молодых доноров к пожилым, 80-85-летним, улучшает когнитивные функции, улучшает функции физические и улучшает многие параметры. В свое время мы обращались в Минздрав и предлагали создавать, вот Обри говорил, что сейчас подошло время делать банки ткани, так вот нужно делать не банки ткани, а делать банки аутологичных мезенхимальных стволовых клеток. И чем раньше вы начнете, вот здесь публика молодая поднимала руки, тем больше вероятность у вас продлить дальше свою жизнь. Почему? Потому что основная проблема, особенно у женщин в менопаузальный период, это саркопения и остеопороз. С остеопорозом бороться невозможно практически никакими препаратами. с саркопения, это потеря мышечной ткани. Чем раньше вы начнете физические упражнения, тем более тренированное, большее количество будет у вас клеток миосателлитов, тем удачнее вы сможете с возрастом поддерживать свою мышечную ткань. Давайте мы эту дискуссию уже продолжим в неформальной обстановке, еще раз похлопаем всем участникам. Таким образом, единственный способ в молодом возрасте создавать аутологичные банки каждому донору, и потом не нужно будет чудовищные деньги. В банк легко обратиться, забрать эти клетки, в любой лаборатории могут это нарастить. И я это говорю не просто так. Наша компания занимается коррекцией возрастных изменений кожи. У нас более тысячи человек, у которых эта процедура достаточно эффективная. По аналогии с этой процедурой можно поступить...